Всем привет! И с вами снова канал Ontario 365 и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы с вами приготовим вкусный и полезный тортик. Понадобится 60 грамм кукурузной муки, 40 грамм рисовой муки, 30 грамм какао, 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка крахмала и уксус. Также 4 яйца, 2,5 столовых ложки меда, 15 грамм желатина, 400 грамм творога, 70 миллилитров молока, 1 чашка кофе, 170 грамм клубники и 1 банан. Начнем с того, что в миску отправляем 4 яйца и хорошо взбиваем блендером. Объем должен увеличиться минимум в 3 раза. После чего постепенно добавляем кукурузную муку, рисовую муку и какао. При этом все это постепенно взбиваем блендером. Затем отправляем туда где-то 1,5 столовых ложки меда и также 1 чайную ложку соды, гашеную уксусом. И только после этого добавляем крахмал. Вы можете не использовать мед вообще, либо заменить его на сахарозаменители, но я все-таки уже привыкла к меду и поэтому использую именно его. Отправляем тесто в силиконовую форму и затем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. И как только мы отправили в духовку наше тесто, мы сразу же замачиваем 15 грамм желатина в молоке и оставляем на 20 минут набухать. Вот так вот у меня набух желатин. Корж я достала из духовки и он у меня сейчас остывает, а тем временем займемся приготовлением крема. И для этого в миске смешиваем творог, желатин с молоком и мед. Все перебиваем блендером. Если у вас творог более сухой, у меня он был просто такой пастообразный, то можете добавить немного больше молока, либо добавить еще йогурт. Затем нарезаем клубнику и банан. Тортик получается действительно очень вкусным, особенно вот эти вот шоколадные коржи, пропитанные кофе, это просто непередаваемый вкус. Обязательно попробуйте приготовить такой тортик. И вот корж у меня уже остыл, и теперь я его разрезаю на две части. А сейчас я вас, как и всегда, приглашаю к себе на канал Ontario 365, ссылочка будет под этим видео, где вы сможете посмотреть много других полезных и правильных рецептов, которые не навредят вашей фигуре. А также там есть много различной информации про питание, про также мою жизнь. И вообще совсем недавно у меня вышло новое видео фитнес-пицца, в основе которой цветная капуста. Да-да, вы не ослышались, действительно. Из цветной капусты можно сделать отличную основу для пиццы, которая даже не отличается от покупной. Как это сделать, вы сможете посмотреть у меня на канале Ontario 365. Начинаем собирать наш тортик. Для этого мы первый слой коржа пропитываем кофе где-то одной трети такой чашки. Затем смазываем кремом и выкладываем фрукты. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» После чего накрываем вторым коржом, также его пропитываем кофе. У меня кофе еще немного осталось. Затем также отправляем крем и фрукты. А теперь отправляем тортик в холодильник до застывания, чтобы весь желатин схватился. Если вам понравилось это видео, то обязательно оставляйте под ним свои лайки и пишите комментарии.